О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. По следам перестрелки, что известна о человеке, открывшем огонь по прохожим и полицейским в Одессе. В память киборгов в Украине вспоминают защитников Донецкого аэропорта. Оплатите проезд. С сегодняшнего дня львовские пенсионеры должны платить за проезд в маршрутках. Почему льготы отменили? Правительственный шатдаун США в госучреждения прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Что дальше? И снова стрельба в Одессе. Один пострадавший. Мужчина открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры на восьмом этаже. Напуганные соседи вызвали полицию. На место прибыла оперативная группа бойцы корда и патрульные. Окружили дом. Стрелок забаррикадировался в квартире. Оперативники взломали дверь и задержали нарушителя. В полиции говорят, что стрелял он из ружья. В квартире также обнаружили перетехнические средства и холодное оружие. С метою забезпечения безопасности граждан, правоохранители оточили место событий. В дальнейшем, при проведении силового штурма квартиры, злоумисленник был затриман. На теперешний час встановлюются мета и обставины стрелянины. По данному факту, открыто криминальное проведение за ст. 296, ч. 4, это хулиганство. Три человека погибли, четверо ранены. Таков итог кровавой бойни в центре Одессы. Накануне вокруг этой истории было много противоречивой информации. Даже официальные лица путались в комментариях. Сегодня мы попытались восстановить хронологию событий и узнать, что известно о человеке, который устроил перестрелку. Продолжит Андрей Анастасов. Этот человек на фото Валентин Дорошенко. Уже три года он в розыске за хулиганство. Вчера в полицию позвонил аноним, дескать, Дорошенко в своей квартире по улице Новосельского. Проверить эту информацию отправился участковый с двумя оперативниками. Но преступник встретил их огнем из самодельного пистолета-пулемета. Ранил всех троих, а своего товарища, который находился рядом, убил. Дальше, как в кошмарном сне, вот видео очевидцев. Раненые полицейские выбегают на улицу, а Дорошенко спокойно выходит следом и пытается их добить. На помощь копам бросается гражданский, за что получает пулю в руку. В этот момент приезжает экипаж патрульной полиции. Правоохранители убивают Дорошенко. Из квартиры выводят еще двоих мужчин. Позже выяснится, они ранее судимы, но к перестрелке отношения не имеют. Зато в апартаментах находят тайный цех. Погреб с токарными станками. На адресе было обнаружено огнестрельное оружие, атипичное, переделанное подглушитель, а также мини-цех по производству атипичного огнестрельного оружия. Соседи говорят, в этой квартире не видели Дорошенко давно. Дескать, с весны 2014 года он ушел в подполье. Валентин был убежденным антимайдановцем, принимал участие в эпатажных антиукраинских акциях. Например, появился у стен мэрии верхом на коне и с оголенной шашкой. Это была людина с характером психопатичным и шизофреничным. И самое главное, это была людина, которая была готова к выполнению насильственных действий. Дорошенко был таким клоуном, но очень небезопасным клоуном. Сейчас врачи борются за жизнь оперативника, получившего ранения. Еще у двоих людей легкие повреждения. А вот 27-летний участковый Сергей Пригарин от полученных ран скончался в больнице. У него осталась жена и двухлетняя дочь. В полиции опубликовали номер банковской карты, на которую можно перечислять деньги, чтобы помочь его семье. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Украина делает все возможное для освобождения из плена еще нескольких военных. Об этом сообщил президент во время встречи с предстоятелем Украинской Православной Церкви, митрополитом Ануфрием и первым вице-спикером парламента Ириной Гераченко. Президент поблагодарил Церковь за поддержку в процессе освобождения украинских заложников. В свою очередь, предстоятель УПЦ пообещал сделать все от него зависящее для возвращения украинцев домой. Я буду дуже вітати допомогу церкви в звільненні політичних вязнів, які перебувають в Российской Федерації. Я твердо пообіцяв, що ми будемо робити все можливе для того, щоб якнайскорше вони повернулися додому. Вона просто треба не зупинятися. Треба йти, йти, більше, менше, обмежати і визволятися з того полу, тому що людина, вона хоче бути вільною. Вона створена Богом вільною, а не рабом. І вона хоче цієї свободи. Сьогодні в зоні АТО ранили одного українського військового. На донецьком направлении боєвики били із минометів различних калибров на підступах к Водяному і Широкіна. Вблизи Новоселовки противник використовував гранатометы, пулеметы і стрелкове оружие. Не утихаєт огонь і в районі Авдеєвки. Там наших защитників донимають вражескі снайпери і диверсанты. Руслан Сміщук продолжит. Ось за цим деревом тут краще пробіжатися, а то снайпери прострілюють повністю. Давайте побыстрі. Авдеєвський плацдарм. Передові позиції, выдвинуті за промзону. Боєві дії ведуться в розбитому дачному кооперативі. Здесь постоянно нужно бути на чеку і по первій же команде вжатися в снег. Буває черком, ба-бах. Здесь, там, там под кирпичи немного прикрывають. Ну, тоже. Лучше лишний раз это называется, типа, знак, що тебе надо прилеч. До противника здесь очень близко. Настолько, що даже можна рассмотреть дым от буржуек в блиндажах боєвіков. Ну, от это он там в бойниці сидит постоянно. И пострілює. А воно видно їхні брусья. А то вже вони там. В руїнах везде. Подлазять, кидають гранати. Ну, ми, естественно, реагуємо на це. Не стесняються в полный рост, можуть даже вылазити. Погода вносить свои коррективи. Снег – отличная маскировка для вражеских снайперів і диверсантов. Ну, лучше лишний раз не высовываться. Ну, тоже бывает часто, идёшь, проходишь, бах, пролетело. Что-то там, я не знаю, не дорабатывают они. Ну, снайперы активизировали сейчас в последнее время. Тем более, снег выпал. Им нормально маскировочка. Нормально. Работают сейчас. Как раз самое, ну, самое время. Тут 100 метров. Тут, если захотеть пробежать, можно, я не знаю, там, за 10 секунд бронежилети, там, ещё пулемёт можно с собой протянуть, там, максимум минута, он уже тут будет. Стараемся тоже смотреть. Есть у боевиков и техника. Впрочем, она расположена чуть дальше, чтобы её нельзя было достать из украинских пулемётов. От вражеской пехоты метров 300-400 стоит их подмога брони, как бы, на всякий случай. Ну, бывает, работает. Даже, ну, слышно, когда АЗУ работает. Ну, в основном работает пехота, сейчас провоцирует. На провокации, понятно, что не отвечаем. Провоцирует. С пулемётов стреляло даже очень, что не могли подняться. Вскоре на пределе слышимости начинают раздаваться взрывы. Это по смежным позициям работает тяжёлое вооружение. На данный момент мы слышим прилёты градов, но дистанция достаточно большая. Возможно, работают по району Песок, позициям в районе Донецкого аэропорта. Ну, достаточно интенсивно. Камера, возможно, не очень подхватит этот звук. Вот опять. Ну, уже ракет, наверное, под 15-20. Впрочем, несмотря на нарушения боевиками режима тишины, за прошедшие сутки в зоне АТО среди украинских военных и мирных жителей нет ни убитых, ни раненых. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. В эти дни Украина вспоминает защитников Донецкого аэропорта. Три года назад они выстояли против многочисленных атак врага. Не выдержал бетон, аэропорт рухнул. Сегодня в Киеве Министерство обороны и Генштаб вручали награды родным погибших киборгов и вспоминали те легендарные 242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня украинские воины держали оборону Донецкого аэропорта. Они стали легендарными. Враг окрестил их киборгами, ежедневно накрывая позиции украинских защитников сотнями снарядов. А они под прицелом врага и обстрелами совершали ежедневный подвиг. С конца мая боевики и российские спецподразделения регулярно атакуют позиции наших защитников в аэропорту. Максим Грещук, мобилизированный десантник в составе 122 батальона оборонял аэропорт. Благодаря его данным были ликвидированы минометные расчеты противника. В аэропорту он оставался до последнего. Все дни, они, так знаете, очень сильно ввели в память. Очень вспоминается все. Вспоминается, как выбухали снаряды. То, как я видел, как перед тобой наша техника взрывалась. Наши хлопцы гинули, ты ничего не можешь сделать. Взлетная полоса, дорога жизни, так ее называли защитники аэропорта. Единственный путь, по которому из соседних Песок бойцов на ротацию завозили БТР и эвакуировали раненых в безопасное место. Ее постоянно держали под прицелом боевики. Каждый выезд на взлетку мог стать дорогой в один конец. Но водители БТРов и пулеметчики выполняли поставленную задачу. Это героические люди. Было такое, что, например, завезли в воду боеприпасы, возвращались назад, не доехали до Песок. И уже по радиостанции есть тяжелые 300-ые, надо срочно разворачиваться. Они под огнем разворачивались, сразу же ехали, забирали. Среди фото погибших командир находит и своего бойца, который погиб во время одного из таких обстрелов. При взятии высоты возле взлетной полосы тогда Сережа погиб в БТРе. В зале те, кто обороняли аэропорт. Родные тех, кто не вернулся. В дни памяти о защите ДАПа их вспоминают поименно. Минута молчания перерастает в четверть часа. Не можем забыть последние дни. Не только последние дни, все дни, когда мы не повертались на наших хлопцей с бою. Когда эфир начал утихать, и мы понимали, что там великая беда идет. Три года спустя. Сами защитники до сих пор не могут найти объяснение, откуда брались силы, чтобы выстоять. Когда первый раз было так, что ты не можешь дыхать, ноги трусятся, когда ты первый раз попадаешь под обстрел. Потом адаптовываешься. Нас запитывали. Разумеете, куда вы идете? Тут можно было отмолваться. Мы все шли туда мотивованы, добровольны. Подняться после потерь, воспрять духом, помогали детские письма. Те, ради кого стояли щитом наши бойцы. Когда все помогали, писали, звонили, нам казалось, что вся Украина вместе с нами. Сгинуть наши вооруженки, для кросса на солнце. Огонь! 13 января падает символ обороны ДАПа, диспетчерская башня. Через неделю боевики подрывают перекрытие нового терминала. Киборги выстояли, не выдержал бетон. Так в историю этой войны впишут страницу защиты Донецкого аэропорта. Ирина Баглась, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. В Черкасске спустя двое суток возобновили водоснабжение. Напомню, в трехтысячном городе в ночь на 18 января из-за непогоды деревья оборвали высоковольтную линию, которая питала основную насосную станцию области. Из-за отсутствия воды вчера в городе объявили чрезвычайную ситуацию. Сегодня же профильный вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что руководители области несут персональную ответственность за ликвидацию последствий ЧАЭС. Напомнив при этом, что на выходных в южных и восточных областях снова ожидается мокрый снег. СПОКО, КОРДИНАЦИЯ НАЦПОЛІЦИЯ, ОРГНИВ ДСНС, ОРГНИВ ДСНС, ОРГНИВ ДСНС, ОРГНИВ ДСНС, ОРГНИВ ДСНС даёт достаточно нормальную реакцию, если есть штаб, который координается, и все первые особи в области, и в координации с центральными органами управления занимаются этим вопросом. Если мы хотим с минимальными последствиями пройти наступное ускладение погодных условий, я прошу вас, первое, это организация работы штабов, которые должны сделать свой частный мониторинг обстановки и на дорогах, и в связи с обеспечением работы системы життезабеспечения, так и в других направлениях. И второе, это адекватное оперативное реагирование на початковом этапе выникнения возможных загроз. Пенсионеры во Львове теперь должны платить за проезд 5 гривен. Такое решение приняла Ассоциация перевозчиков города. Говорят, руководствовались законами, дескать в них не предусмотрена бесплатная перевозка людей пенсионного возраста, а им надоело быть меценатами. Мария Борис, 78 лет, маршруткой пользуется по несколько раз в день. Говорит, теперь ее скромный бюджет начнет трещать по швам. У меня тиск, и еще говорят, что какой-то злоякосный. То я по лекарям и в железнодорожном, и вокруг себя, потому что я часто езжу. Я не могу даже рассчитывать, сколько я езжу. Впрочем, молодые львовяне радуются. Дескать, большинство пенсионеров работают и пользуются бесплатным проездом, а теперь в маршрутках станет свободней. Добрый, потому что на работу практически неможливо добраться. Рано едешь в пенсионеры, в обед пенсионеры, вечер пенсионеры. Я бы думала дать им частину суммы грошей, и чтобы та людина думала, когда ей нужно ехать. Впрочем, перевозчики могут и дальше возить пенсионеров бесплатно, но при условии, что их расходы покроют из местного бюджета. В Львовском горсовете денег на такую компенсацию нет, говорят чиновники. На перевозчиков уже пожаловались в Укртрансбезопасность. Пенсионерам предлагают пользоваться коммунальным транспортом, то есть трамваями, троллейбусами и частью муниципальных маршруток. Если государство дает пенсионеры кому-то, то нужно финансово обеспечить реализацию этих пенсионеров. Что он может сделать? Правильно? Ну, место может сделать что? Отдать весь бюджет на оплату пенсионеров? Бесплатным проезд все же остается для 25 других категорий граждан, а именно инвалидов, детей из многодетных семей, пострадавших во время Чернобыльской катастрофы. При этом перевозчики предупреждают, это не последнее нововведение для львовян. В ближайшие два месяца они планируют поднять стоимость приезда до 7 гривен. Галина Якошко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Децентрализация в действии. В Черкасской области объединенная территориальная громада села Белозерье теперь будет самостоятельно выдавать ID-карты и биометрические паспорта. Теперь жители ОТГ могут без проблем обменять старые документы на новые и получить загранпаспорт. Это первая объединенная громада, которая реализовала подобный проект. Все необходимое оборудование и программное обеспечение для работы закупили и установили. Запуск центра запланирован на 1 февраля. После того, как миграционная служба выдаст Белозерью электронный ключ. Деньги на проект выделил Госфонд регионального развития. 20% профинансировал бюджет громады. Кроме того, во дворе центра админуслуг открыли парк отдыха с уникальным солнечным деревом, с помощью которого можно зарядить телефон и подключиться к интернету. Население у нас проживает в селе уже почти до 10 тысяч. Зареистрированы до 9. У себя нужно поменять всем паспорта. Есть села по округе, которым также нужно менять. Почему ехать до Черкас, если можно отримать в Белозерье? Если есть местная инициатива, хорошая, а Белозерье – инноваторы. То есть всегда Белозерье и в частности создания ОТГ, и в частности инициатив, связанных с сегодняшним открытием, попереду всех. Поэтому таким людям хочется помогать в первую очередь. Мне приятно, что в силу своих возможностей мне удалось быть поручен и в частности надавить эту поддержку. Зареяться спортом смогут теперь жители поселка Писачин под Харьковом. На открытие нового спорткомплекса пришли почти все жители. Дети выбирали секции, в которых они смогут заниматься бесплатно, а взрослые за символическую плату посещать тренажерный зал. Этот проект появился на бумаге еще в начале 2000-х, но стал реальностью только сейчас. Олег следит за футболистами на турнире по мини-футболу, который стартовал в новом спорткомплексе. Его и младшую сестру родители привели, чтобы выбрать спортивную секцию. Ну, присматриваем, да. Ну, хотелось бы футболом. Человек говорит футболом, гимнастикой, возможно. Взрослые же присматриваются к тренажерному залу. Взрослые тоже, мы тоже все сюда идем. Мы как бы все ходим там, то на фитнес, то на этот цех, и альтернативы мало, поэтому это хорошо. В 25-тысячном Писачине, население которого постоянно растет, дети занимались спортом в маленьких и плохо оборудованных помещениях. Сегодня весь поселок пришел посмотреть на новый спортивно-оздоровительный комплекс. Почти полторы тысячи квадратных метров спортзалов, раздевалки, душевые, новый инвентарь. Для детей секции будут бесплатными. Секции футбол, баскетбол, большой теннис, это в игровом зале. Второй этаж у нас предусмотрены контактные виды спортства. Это борьба, вольная борьба, это борьба с самбо, боевое самбо, чуть повзрослее, это ММА. Айкидо также есть в расписании и бокс. Дети наперебой перечисляют, чем бы хотели заниматься. Я бы хотела баскетболом. А там надо кидать мяч, там, интересно. Я хочу заниматься роликами и на велосипеде. Волейболом. Ну, мне нравится этот вид спорта. Призер чемпионатов мира и Европы по синхронному плаванию Екатерина Садурская говорит, что из-за нехватки зала в области дети перестают интересоваться спортом. Мы будем делать майстер-классы с разных видов спорта. Для всех желающих, в том числе для детей, таким образом мы делаем новую рекламу для видов спорта. И, скажем, безусловно, куда можно обратиться. К концу года в Песочине обещают открыть еще и бассейн. Это уже третий спорткомплекс, введенный в эксплуатацию за последние три года в Харьковской области. Цего года мы сбудуем в каждом районе Харьковской области футбольные майданы с штучным покрытием, где также могут дети заниматься спортом. И было принято решение, чтобы укрепить физкультурные майданы, еще и волейбольными и баскетбольными майданы, каждую опорную школу в области. Это гарантии от государства, что до социальной качества, жизни и стандартов. В этом году такие же комплексы, как в Песочине, откроют в Золочевском и Красноградском районах Харьковской области. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Нападение на украинское посольство в Греции. Неизвестные подожгли четыре автомобиля сотрудников диппредставительства, сообщили в МИДе. Территорию, прилегающую к посольству, забросали бутылками с зажигательной смесью. Никто не пострадал. Полиция начала расследование в украинском дипведомстве. Не исключают, что поджог могли совершить пророссийски настроенные радикалы. И заявили, что усилят охрану представительств Украины за рубежом. Резонансный теракт в Израиле. Известный Равин убит. Не прошло и нескольких дней, как спецслужбы сумели найти и ликвидировать всех террористов. Подробности знает Сергей Ослендер. События начались еще 9 января. На западном берегу боевики Хамас совершили теракт. Машину известного Равина Резиэля Шеваха расстреляли в упор из автоматов. Сам он погиб. У него остались вдова и шестеро детей. Спецслужбы очень оперативно вычислили террористов. Ими оказались активисты Хамас из города Джинин. Было принято решение провести спецоперацию по ликвидации террористов. Подразделения спецназа при поддержке инженерных войск вошли в город. Террористы сдаваться отказались. Квартал, в котором они находились, окружили. Начался бой, который длился 12 часов. В завязавшейся перестрелке были ранены два офицера полиции. Один тяжело, другой получил легкие ранения. Оба доставлены в больницу, и их жизни уже ничего не угрожает. Все террористы уничтожены. Оказалось, что организатором теракта был хорошо известный спецслужбам Ахмад Джарар из династии террористов. Его отца, тоже известного активиста Хамас, израильский спецназ ликвидировал еще в 2002 году. Сын таким образом пошел по стопам своего отца. Среди прочего, выяснилось, что эта ячейка террористов готовила мега-теракт в Иерусалиме. С помощью грузовика, начиненного взрывчаткой, они хотели взорвать многоэтажное офисное здание. Недавно Общая служба безопасности Израиля Шабак отчиталась о том, что только за прошлый год она предотвратила несколько сотен терактов. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Америку накрыл шатдаун с сегодняшнего дня. Закрыты государственные и правительственные учреждения, монументы и национальные парки. И никто толком не знает, когда это вынужденное безделье закончится. Дмитрий Анопченко продолжит. Никто и не скрывает, это месть демократов Дональду Трампу. Затянув голосование за бюджет страны, они в итоге так и не дали голосов за главную смету Америки. Сделав, как и он сам признал, подарок президенту, который как раз сегодня отмечает первую годовщину власти. Дональд Трамп планировал шикарно отпраздновать во Флориде. И даже гостей пригласил, но теперь останется в Вашингтоне. Ведь сегодня старый бюджет уже вне закона, а новый так и не появился. По правилам, все, что финансировалось из федерального бюджета, теперь останавливает работу. Закрыли министерство и ведомство, госдеп, департамент внутренней безопасности и даже налоговую. Из-за того, что все эти события происходят в выходные, болезненный эффект от шатдауна для Америки сейчас несколько смазался. Но уже в понедельник 850 тысяч государственных служащих останутся дома за свой счет. Даже в Белом доме оставят лишь аварийную команду, а зарплату будут платить одному единственному президенту Трампу. Ну а если ретивые госчиновники все-таки решат выйти на работу просто на энтузиазме, то по правилам сделать это у них не получится. Нет бюджета, значит нельзя и казенное электричество использовать. Там, где дело не касается безопасности страны, охрана теперь принудительно опечатывает кабинеты. И не пустит сотрудников, даже если они придут. Те, кто планируют путешествие, шатдаун, к счастью, не почувствуют. Вот пограничники и авиабезопасность будут работать в обычном режиме. Очередей на границах ждать не стоит, а вот НАСА закроют, оставив на посту лишь тех, без кого астронавтам на орбите не выжить. Но обиднее всего туристам, ведь основные достопримечательности относятся к ведомству национальных парков. Оно тоже финансировалось из федерального бюджета и в связи с шатдауном закрыто с сегодняшнего дня. А значит, закрыт и доступ на те туристические объекты, куда все так стремятся. И лишь на некоторые из них из сострадания откроют вход. За свою историю Америка уже 18 шатдаунов пережила. И каждый обходится стране в баснословную сумму. Последний, в 2013-м, стоил штатам 2 миллиарда долларов. Предыдущие – полтора миллиарда каждый. Конгресс в эти минуты собрали на переговоры, пытаются уговорить хотя бы временный бюджет принять, разблокировав страну, но переговоры идут сложно. Происходящее ведь и по авторитету Конгресса, и по рейтингу президента резко бьет. Проигрывают все, но противники Трампа откровенно готовы даже ценой имиджевых потерь для себя. Испортить сегодняшний праздник. Человеку, которого год назад они так не хотели видеть в Белом доме. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Денег нет, британские праворадикалы на грани банкротства. Им не на что удерживаться на плаву партию независимости Великобритании, а это главные сторонники Брекзита. Что происходит в лагере евроскептиков, расскажет Светлана Чернецкая на Штубкор в Лондоне. Самые черные дни для партии. Юкип еще не оправилась после расистского скандала, как над ней нависла беда посерьезнее. Полное отсутствие денег. Избирательная комиссия заявила, что после выборов Юкип осталась должна почти 400 тысяч фунтов, которые она занимала у доноров. И по закону обязана эти деньги вернуть. Один из самых крупных доноров партии всерьез думает отказаться от ее поддержки. За последние полтора года страховщик Аарон Банкс пожертвовал более миллиона фунтов. Но, похоже, больше не готов терпеть очередные скандалы в рядах евроскептиков. Уже после Брекзита миллионер понял, что Юкип выполнила свою миссию и давно вынашивает идею создания новой политической силы. Я подумываю о создании новой партии. Мне кажется, для этого есть довольно веские основания. Ее основой могли бы стать все те люди, которые голосовали за Брекзит. До референдума нам удалось собрать миллион сторонников в интернете. Эти люди и консерваторы, и лейбористы. Мы можем их объединить под новым лозунгом. Для экипы это означает только одно – смерть. Партии даже не могут себе позволить уволить нынешнего лидера, потому что выборы нового попросту не по карману. Завтра должно состояться заседание верхушки Юкип, на котором обсудят поведение нынешнего руководителя Генри Болтона. Напомню, его молодая любовница скомпрометировала политсилу своими расистскими высказываниями в адрес невесты принца Гарри Меган Маркл. Но многие уже сомневаются, что Болтона заменят. Новые выборы будут стоить около 60 тысяч фунтов. Таких денег у партии нет. Так что сейчас праворадикалы думают, как сэкономить и начать планируют с верхушки урезать зарплаты лидера и спикеров Юкип. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». В США спецагенты удалили результаты семилетней слежки в интернете, а норвежские авиакомпании вскоре станут использовать электросамолеты. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Американские спецагенты случайно уничтожили результаты многолетней слежки. Сотрудники агентства нацбезопасности США по ошибке удалили данные, которые разведка собирала 7 лет по личному распоряжению президента Джорджа Буша-младшего. Вытерли все сообщения, которые спецслужбам удалось перехватить в интернете. У агентства были резервные копии данных, однако и они не уцелели. Впоследствии выяснилось, сведения удалили, чтобы освободить место для новой информации. Норвегия переходит на электросамолеты. Уже к 2040 году местные авиакомпании должны отказаться от использования обычных лайнеров, которые летают на авиационном топливе. Впрочем, переход на электросамолеты произойдет не сразу. Сначала планируют тестировать переходные технологии, биотопливо и гибридные двигатели. А воздушные суда на электротяге будут использовать на коротких расстояниях для внутренних рейсов и полетов в скандинавские страны. В Колумбии проходит чемпионат мира по парапланиризму. В небо над Андами поднялись больше сотни спортсменов. У каждой команды пилотов было несколько заданий. Одно из них – пролететь как можно быстрее по определенному маршруту. Второе – выполнить маневры в ограниченное время. Погода в последний день соревнований испортилась. Начался тропический ливень. Но спортсмены все же одолели дистанцию. Лучшим среди мужчин в финале стал швейцарец Майкл Сигель. Первое место среди женщин заняла Фрэнсис Лори Дженавеза. О, спорт, ты мир! Переговоры Олимпийского комитета с Северной Кореей дали результат. 22 спортсмена все-таки отправятся на Олимпиаду. Они будут соревноваться в парном фигурном катании, конькобежном спорте, лыжных гонках и гигантском слаломе. Также Сеул и Пхеньян выставят на Олимпиаду единую женскую хоккейную сборную. А на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Северная и Южная Кореи пройдут под одним флагом с изображением Объединенной Кореи. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности вей, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин